...это из них, как территория Ирана была снята, и вот один из них в этой программе современной был обнаружен объект, который теперь инфицирует камень, наверное, на Горьковской области. Вот это то, что может дать даже для историков. Вот такая фотография, основанная на спутниковых датах. Значит, ну, теперь как мы можем что-то реализовать в геопортале, который нам предоставил там, по-другому. Вот здесь вот уже демонстрируется набор из ночев, я выстроил здесь генеральные проходы. Это работа целого коллектива, это историки, экологи, школьники подключились к нам, наши ребята, которые занимаются геоинформацией. Все это включалось, ну, вот это уже внесенные данные по геопортному университету, по выпуске и так далее. Вот прикладные задачи, которые мы решаем. Так или иначе, они связаны с этим. Ну, управление территорией, это скорее больше работа власти. А вот научные исследования образования, ну, мониторинг средних какой-то исследований, это, конечно, задача наша. Вот краткий обзор тех работ, которые был сделан и которые, в общем, представлены на конференции нашими студентами, аспирантами, преподавателями. Я просто перед мягком, так сказать, прокручу, чтобы вы просто ознакомились, они все в этой презентации стоят на сайтах, ну, по крайней мере, на нашем производстве не можно будет ознакомиться. Вот это работа историки. Вот это работа экономистов, которые нам демонстрируют по областному университету. Есть разработки, касающиеся различного программного обеспечения, но это пока о начальнике, но мы сейчас пытаемся работать совместно с компанией «Рекот» и надеемся, что у нас здесь все будет хорошо. Вот разработки по стандартизации, которые, наверное, тоже очень важны, сейчас вопросы задавались, а, наверное, это важно. А вот подключились к нам школьники. Наши студенты доработали с ними, ну, и в результате, вот, так сказать, они сделали свой слой, который касается их школ. Ну, вот, с ними тоже можно будет стандартизовать. Ну, а теперь несколько моих просто представлений о том, куда, наверное, следует двигаться, потому что, конечно, уже инструмент создан, но для того, чтобы что-то живо и что-то можно работать упробно и подключать изменения в процессе более глубокую информацию, конечно, нужно дорабатывать, создавать новые инструменты. Ну, вот это как раз то, во что, наверное, следует на севере своего рода. Я просто продемонстрирую некоторые реализации, которые, конечно, не сделали, не сделаны пока в форме какого-то программного обеспечения конкретного, но то, что задумано и то, что мы попытаемся реализовать, здесь я применю. Это вот вариант. Значит, вот пример, да, есть несколько карт, на самом деле мы можем совместить их и найти какие-то корреляции между ними для того, чтобы понять, что же происходит и так далее. Значит, это очень важный инструмент для понимания их и прогнозирования. Обработка изображений, выделение каких-то объектов на поверхности, скажем, по каким-то критериям, которые тоже позволяют начинать где-то, что происходит. Это область, так называемых, политических задач. Она имеет множество направлений тоже свои, и да, только здесь, как здесь, показываю несколько вариантов, которые здесь есть. А вот это уже так называемые идеологии динамических слоев, когда результаты обработки данных представляются в какой-то особой форме, уже тендетом, или ванной, но динамической, так что человек может уже более детально оценивать, что же происходит. Вот это опять как раз разговор о том, что бывало ощущения, которые будут дать новые инструменты, по отношению к пространственным каким-то распределениям и динамическим воды. Ну, естественно, вот всякие инстаграммы, динамические, пространственные, которые тоже дают возможность, я до конца не буду ее, так сказать, возможностей. Есть различные другие возможности, которые можно реализовать, и динамических слоев, которые, наверное, могут помочь понять какую-то структуру распределения и так далее. Что-то может показаться действительно обычным, но возможно это для чего-то и понадобится. Ну, и вот заканчиваю я таким вот динамическим слоем, которые, наверное, нужно обязательно реализовать, поскольку он действительно дает представление о том, что же происходит вообще-то, так говоря, в пространстве. Ну, вот, примерно это так было слою. Мой взгляд. Продолжение следует...